Спорт делает жизнь более интересной и обогащает ее новыми красками. Участники первого открытого чемпионата и первенства Славянского района по плаванию среди лиц с ограниченными возможностями здоровья знают это не понаслышке. Физкультурно-оздоровительный бассейн «Дельфин» предоставляет прекрасные возможности для занятий плаванием для славянцев всех возрастов, от детей до пожилых людей. Полюбились занятия в бассейне и тем, кто имеет ограниченные возможности здоровья. Плавание многим приносит ни с чем не сравнимое удовольствие. Воду я очень люблю с детства. Когда я приезжала с родителями на море, меня вытащить из воды невозможно никогда. И до сих пор, если я с мужем приезжаю, он знает, что если я в воде, я буду плавать, пока я сама не захочу выйти. Надежда Головко неоднократно занимала призовые места на соревнованиях краевого уровня. Неделю назад я ездила в Кропоткино, победила, второе место привезла в город, чем я очень горжусь. Это был чемпионат Краснодарского края, мир без границ, олимпийские кольца. Дистанция была 50 метров. Наталья Пивнева, которая по итогам прошлого года была удостоена в нашем районе звания лучшего тренера года и в нынешнем работает активно. Она уверена, что плавание способно реально улучшать здоровье. Плавание очень хорошо помогает, особенно инвалидам с заболеванием ДЦП. Во-первых, кто не может идти по земле в воде, он это может прочувствовать, может. Это также и массаж, и расслабление мышц. Поэтому плавание, плавание, еще раз плавание. Рост популярности плавания среди лиц с ограниченными возможностями здоровья позволил провести в первый раз эти соревнования. Сегодня знаменательно тем, что мы в Славянском районе проводим впервые такое мероприятие, соревнование. Это открытый чемпионат и первенство Славянского района по плаванию. Потому что у нас уже расширился контингент плавающих, которые могут проплывать определенные дистанции. Кто-то пришел, вообще не умел плавать. Поэтому сегодня мы с радостью. У нас уже 27 участников. По итогам соревнований все лучшие спортсмены, которые стали призерами и победителями в своих категориях, были награждены медалями. Андрей Вишневский, Игорь Ванчугов. Программа «События». Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...